Экстремальные морозы пока не оставят Сибирь. В отдельных городах холода и вовсе бьют рекорды, как и атмосферное давление. Когда ждать отступления стужи, знает Евгений Тишковец. Обширный антициклон продолжит замораживать Сибирь. В каких регионах накануне были установлены новые рекорды минимальной температуры? Где из-за стужи отказывались работать даже светофоры и шлагбаумы? И когда за Уралом потеплеет? Вы смотрите Погоду на канале Россия 24. Я Евгений Тишковец, ведущий специалист центра ФОБОС. Здравствуйте. Итак, в Сибири сохранится аномальная стужа. Из-за усиления морозов в понедельник перекрыли проезд по дорогам Омской и Челябинской областей в сторону Казахстана. Холодов не выдерживали даже светофоры и шлагбаумы. Они просто выходили из строя. В Красноярске, Кургане и Томске серьезно ухудшилась ситуация с транспортом. Многие водители не смогли завести автомобили. При этом на маршруты не вышла часть автобусов. На ходу ломались снегоуборочные машины и фуры. Причиной массовых отказов техники стало загустение моторного масла. Посмотрите, при температуре ниже минус 20-30, даже у зимних и всесезонных видов вязкость приближается к предельным значениям, необходимым для холодного старта. Аномально морозная погода в Сибири установилась под влиянием необычайно мощного антициклона. В его центре давление накануне оказалось на 25 мм выше нормы. Такого в 21 веке в это время еще не случалось. И вообще всего лишь однажды, в 1966 году, показания барометров в Южной Сибири на эту дату были еще более внушительными. Мощью антициклона и объясняются экстремальные морозы. Например, в Томске и Красноярск пришла 35-градусная стужа. Такое за неделю до Нового года здесь случается лишь раз в 9-10 лет. А в Омске, где похолодало, казалось бы, всего лишь до минус 34,9, нынешний день оказался самым морозным за всю эпоху глобального потепления. Сегодня Сибирь и Дальний Восток по-прежнему будут находиться под влиянием обширного антициклона. Замкнутая циркуляция в его области способствует сохранению морозной погоды. Однако циклоны, выходя по его периферии в Арктику, все же смогут закачивать в регион более теплые воздушные массы. И температура начнет понемногу повышаться. Вплоть до выходных вероятность осадков в регионе невелика. Сегодня-завтра в Новосибирске днем словно в Заполярном Норильске. Минус 25, минус 26. Но уже в пятницу, субботу столбики термометров дотянутся до минус 17, минус 20. То есть холодная аномалия сократится почти вдвое. У меня на этом все. О погоде в других городах России сразу далее. До свидания.